Тут в Гаге после опросов, проголосовавших на нескольких избирательных участках, практически 90% людей высказались за соглашение. Иная ситуация в провинции. Скажем, избиратели старшего возраста в Мастрихте, то есть на юге Нидерландов, большей частью отбрасывают возможность сближения с Украиной. Многие считают, что голосование «да» откроет путь к членству Украины в Евросоюзе, иные боятся наплыва мигрантов. Третьи считают, что сближение с Украиной может рассердить Россию. Наконец, часть голландцев просто считает, что не стоит подписывать никаких соглашений, никаких ассоциаций, ибо необходимо сначала навести порядок как в самих Нидерландах, так и в Европейском Союзе. Вот что говорит после сегодняшнего голосования «за» премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Я за договор об ассоциации, потому что верю, что это важно для более стабильных границ Евросоюза. Это соглашение о помощи в развитии демократии, верховенства закона, борьбы с коррупцией, а также о развитии экономики и торговых отношений. А вовсе не о присоединении к ЕС, как говорят многие критики. Голосование «нет» окажет большое давление на правительство Марка Рютте, который руководит коалицией либералов и социал-демократов. Оно вынудит правительство и парламент Нидерландов занять более евроскептическую позицию, особенно по вопросам миграции в области свободного передвижения в рамках Шенгенской зоны или политики стран Еврозоны. Голландцы сыты по горло Евросоюзам и этим договорам с Украиной. Он не в интересах голландцев. Это факт. Это может показать Брюсселю и европейской элите, что с нас хватит. На самом деле известно, что мнения части людей Нидерландов, части граждан Нидерландов, изменились после огромной и активной кампании за ассоциацию со стороны украинского сообщества Нидерландов. Виталий Еремица для настоящего времени из Гаги.